Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад приветствовать вас в четвертом сезоне программы «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашей гости. Мы вспомним библейскую историю и, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу в течение недели, и прочтем те, которые вы пришлете сейчас, прямо во время этого эфира. И предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений. Помолимся. Отец наш Небесный, мы преклоняемся пред Тобой. Мы благодарим Тебя за подаренную возможность сегодня начать четвертый сезон. Большое Тебе спасибо за благословения, которые Ты изливал на протяжении трех лет предыдущих. Большое спасибо Тебе за те опыты, которые мы имели с Тобой. За ответы на наши молитвы мы преклоняемся и благодарим Тебя, Господь. Мы возвеличиваем Твое святое имя и прославляем Тебя. Мы просим Тебя, чтобы Ты сейчас благословил и в этом сезоне нас, и в этом эфире. Пусть Дух Твой святой руководит всем, что будет сказано и сделано здесь, в этой студии. Благослови наши сердца, наш разум. И пусть все, что будет сказано, будет для Твоей славы и только Твоей, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, мы в прямом эфире, а это значит, что уже прямо сейчас вы можете написать ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Богу внизу, здесь, под этим видео, в строке комментариев. Также вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы прочтем их в прямом эфире и передадим в наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на ближайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением и для нас, участников, и для тех, о ком мы молимся. Ну а сейчас пришло время представить гостью сегодняшней передачи Ольгу Питель. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, прежде чем вы расскажете свой молитвенный опыт. Откуда вы родом? Я из Карпат, Ивано-Франковской области, маленький поселок Делятен. Интересно. Прям в горах получается, да? Вокруг горы, и там начинается уже Ивано-Франковская Карпата, начинается, но мы так как будто в начинающих Карпатах, и очень красиво. Вначале там, да? Да. Красивое место, да? Да, это зеленые Карпаты, вечно зеленые, они, когда, всегда они далека, они всегда синие, такие красивые, да. Красиво, значит, там. А сейчас где проживаете, и каким образом вы оказались здесь? Сейчас я проживаю и работаю в Италии, городе Анкона. Сюда приехала к дочери своей, Юлии Куриляк, на отдых, как на каникулы. На каникулы, и повидаться, да, с родными. Да, отдохнуть с детьми. Как внуки, как вам внуки? О, они такие шалунишки. Шалунишки, но они такие классные, я их знаю. Я их знаю, особенно Генри, для меня это мой друг. Да. Хорошо, скажите, пожалуйста, а кто вас и когда вы познакомились вообще с Богом? Я когда была маленькой, у меня папа всегда вечером встал на колени, всегда брал с собой молитвы, молиться, каждый вечер. И мама у нас молилась. Мы не адвентисты, но в моей семье родители очень верили в Бога. Они знали Бога. И вот меня учили маленькую молиться. Мы с братом уже знали молиться. То есть с самого детства получается, да? С самого детства, да, мы молились. Они искренние такие вот были люди, да? Да, простые. Знаете, самая лучшая простота. И вас учили, наверное, и молиться в простоте, с Богом разговаривать, да? Да, даже с самого детства у меня уже были опыты, что я полагалась на Бога. Я вот чувствовала его. Я вот молилась, куда шла, я молилась. И я вот чувствовала, что Бог меня слышит. Можете вот детский, так, сразу, сходу, какой-нибудь один из детских, может быть, самых ранних опытов? Ну, такой, да, был маленький опыт, что я уже была, ну, не помню, сколько лет так было, но помню, что маленькая была. Взяла, взяла коньки, пришла на речку, у нас такие, рядышком дом, и сразу речка такая. Но у нас в Карпатах они очень бурные, сильные реки. А это уже была весна, и лед уже таял. Но там чуть-чуть была льда, и я очень боялась, потому что уже эти, как-то, лед, когда он ломится, он такой перевертается, потом вот такие брылы большие, и вот вода уже. И вот она как будто еще больше делается, потому что она тает, и много воды. Но там была чуть-чуть льда, и я думаю, о, я еще покатаюсь. Да вы что, и вы решили еще покататься? И я взяла коньки, оделась, не было никого дома, и я вот пошла еще покататься. Но риск был большой. И когда я вот дошла до этой серединки, только начала кататься на коньках, и сразу пробиваясь, крылья лед, и просто на дно иду. Туда, вправо, получается? Да, и под воду, и меня как будто что-то выбросило, и я вот так руками сразу за лед. И так смотрю, не дышу, но главное, что не было паники, я не боялась, только я не знала, как выбраться. Вот я держусь, уже не пошла я под лед, потому что я бы не была живой. И течение же было, наверняка, вас несло. Очень сильное течение, потому что вода, она уже тает, она уже большая делается. И я вот так, знаете, как споймала и смотрю, смотрю, кого звать. Нигде ни души. Я держусь за этот лед, вся в шубке мокрая, она все меня тянет на дно. На дно, да. Коньки тяжелые, она все полна воды. И я только к Богу, говорю, Боже, помоги, как мне выйти из этого? Но без паники, без паники просто. Без паники, такой мир был в душе, я не боялась, я никогда ничего не боялась, потому что я чувствовала, что Бог всегда со мной. Вот не было у меня страха никогда. И я тогда замолилась к Богу, и говорю, Боже, помоги мне выйти, потому что не было кого звать, ни души не было на улице. И вот, знаете, я не знаю, чудом, я так вот потихонечку, и дал мне мудрости, Господь, идти именно той дорожкой, откуда я пришла, потому что там был твердый лед. Так вы вылезли, получается, на ледину, да? Я вылезла, я не знаю, как я вылезла, выкарабкалась, и так, я уже нашла на ногах, и вот так просто, как солдат. Вы поползли уже, да? Я уже ползла, потому что я боялась, что где-то я могу еще, если я сверну, я могу провалиться. И эта молитва мне дала силы, я когда вышла как суцик мокрая, я у себя пошла в дом, конечно, я переживала, что мама будет ругать. У нас мама была очень строгая, очень умная мама, она хотела с нас сделать хороших людей, с братом, чтобы мы выросли хорошими, честными, как они, отец с матерью. И я поняла, что Бог, только Он дал мне мудрости, Он дал покой, и Он дал тогда мысли, дает хорошие. И как делать, чтобы вот... Что делать, да? Как что делать, потому что, когда паника, страх блокирует. Да, 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 да. И человек не понимает, что делать. И это, я вот что хочу сказать, как хорошо, когда родители учатся детей молиться. Потому что детки, когда вот такая ситуация, они уже знают, к кому обращаться. Слушайте, сколько вам лет было тогда? Я не помню, это было или пять, или шесть лет. Я была маленькая еще, я могла только так пойти под воду. Ой-ой-ой, вот это да. Да, это памятный, запоминающийся такой опыт детский, да, молитвы. Да, никогда не было. О, Богу, как, смотрите. Ну, а какой молитвенный опыт вы приготовили к нам сейчас на передаче? Да, это такой опыт у меня, для меня, кажется, сильный, потому что это было много лет назад. Я работала в Филатрану, в Италии, там, в одной семье. И у меня часто были таких опытов с Богом. И снится мне сон одной ночью, что я в нашей планете такая, она вокруг вся в темноте. Не было даже ни света, не было. Ну, все как будто злые ангели скували эту планету, наша Земля. Это и сейчас понимание. То есть все черное. Да, тогда я еще не понимала. Я вам просто рассказываю, что мне снилось. И снится мне сон, что вот церковь Христа, она как будто со всего мира, одна единственная такая, вся горит пламенем, большим огнем аж к небу. Вся пылает яркостью Духа Святого, любви и характера Христа. И я это вижу, и я пою на весь мир. И я пою об этой церкви песню. Но она такая красивая, что я насколько пела громко, что я даже проснулась от своего пения. Да вы что, так получается, вы прямо во сне пели. Я прямо пела, и я проснулась от того, что я пою, от своего голоса. И когда я проснулась, и думаю, вау, какая хорошая песня, вот как бы мне ее записать. А вы не слышали эту песню никогда, да? Ну никогда это, просто это приснилось мне, что будет. Что это не сейчас, оно будет время, когда вся земля покроется тьмой, злом, грехом. И вот церковь тогда будет гореть, Бог наполнит церковь свою Духом Святым, огнем палающей любви и характера Иисуса Христа. Это будет. И Бог показал мне вот в то время, которое еще будет. И я пела, а спевала эту песню. Но потом, когда я проснулась, и думаю, я запишу ее. Но когда утром пошла на работу у меня, и думаю, запишу в обед. А потом думаю, запишу вечером. И всегда была занята, и я забыла эту песню. Я не помнила больше. Получается так, чтобы уже уточнить. То есть вы во сне пели песню, которую никогда раньше не слышали, не знали. Пели так, что аж проснулись, и хотели записать, и как-то в суете не получилось. И так потом я забыла эту песню. И я себе так сказала, потому что у меня было много опытов с Богом. Я просто верила, что Бог силен мне ее вернуть и напомнить. И я себе так сказала, подумала бы я, ну, чтобы не переживать много. И я думаю, вот через год я поеду домой, потому что уже получила документы, пермесы, что можно было возвратиться на Украину. И я возьму, я заложу пост и молитву, и Бог обязательно мне ее напомнит. Вот я уверена была, что Бог сделает с этим. И вы знаете, так и было, и прошел ровно год. Вот я приехала домой, и первую же среду я не ждала много. Вот я ждала этого дня, я мечтала, чтобы этот день настал. И вы помнили все время об этом сне, да? Да, я этого добивалась, потому что я хотела этой песни. Ну, я верю, что и Бог хотел этой песни, чтобы она звучала, ну, как она должна быть прозвучать. Потому что было показано, что я буду ее петь. Что я ее пела. То есть вы пели? Сколько лет. Да. Так, хорошо. Это наперед было. Вы взяли пост и молитву, да? Да, вечером во вторник я помолилась, и так попросила искрения Бога, чтобы Бог мне напомнил и возвратил мне эту песню. Я так очень хочу петь ее. И утром рано, я чувствую, я проснулась такая свежая, какая-то бодрая, и что-то меня сразу побудило писать. Я вот пришла к столу, бумажку взяла, ручку, и начала сразу писать. Я, помолившись, начала писать. И вот написала это так быстро, как будто мне кто-то диктовал. Я же ее не помнила. Но как писалась, я даже не могу вам даже рассказать. И объяснить не можете. Не могу даже объяснить, потому что я ее не помнила. И тут беру ручку и пишу. А что пишу? То есть вы шли к столу, к письменному, да? Да. И у вас еще этой песни не было. Я почему-то подумал, у вас второй раз будет сон, и он вам Бог напомнит. Нет, нет. У меня было такое, что да, что вот я сижу, побуждает меня Господь писать, и я не знаю, что пишу. Вот когда уже написала, начала читать, и думаю, да, я ее пела. Да, и потом со временем пришла мелодия, потому что я уже ее пела. И Бог мне возвратил эти слова и музыку этой песни. Это было так здорово, я так радовалась. Как она называется, эта песня? В греховном мире лишь одна, благословенная и чистая. Я слышал эту песню, Оля. И поэтому, дорогие друзья, сегодня не спешите после нашего эфира отключить свой телевизор или компьютер, потому что после повтора молитвенных просьб будет звучать песня в исполнении сестры Оли. Та песня, которую Господь подарил ей во сне. Это удивительно. Я первый раз, когда вас услышал, думаю, ну, голос такой удивительный, тембр такой вот необычный. Так что наши зрители получат массу, я надеюсь, удовольствия. И получилось так, что вот смотрите, прошел год, но вы верили и помнили. Я верила, я просто знала, потому что было сколько опытов, что у меня были даже такие опыты, что вот мне было на сердце, что мне надо было вот попросить хозяина, чтобы дал зарплату мне наперед. Он никогда не давал мне наперед. Он всегда первое число и так далее. И у меня была просто нужда такая две недели наперед. Но я знала, что он не даст. Я знала, что... Я не то, что не знала, что не даст, извиняюсь. Я просто не знала, как подойти, потому что я знала, он никогда мне не давал. Никогда. И вы знаете, когда вот я что-то была в комнате, и он пришел, и там что-то делал на кухне, а я так подумала, если... Как мне сказать ему, вот мне так нужны деньги, мне так нужна зарплата, именно сейчас. Я только еще... Даже я еще не подумала, не закончив свою мысль, как он меня зовет и говорит, Ольга, тебе нужны деньги, может быть? Как будто бы ему кто-то сказал мою мысль в ту же минуту. И я просто знала, что Бог знает... Он просто в моем сердце. Он знает глубину моих переживаний. Он знает глубину моих радостей. И нужду. И нужду. Он всех знает по имени, и все знает, что у нас есть. Слушайте, ну меня удивил вот в этом опыте, удивило то, что вот у вас была вера, что Бог вам даст второй шанс. Но получается, вы пропустили. Вы просто-напросто в суете, получается так, что вы пропустили. Вот этот шанс, Бог дал вам такую песню красивую. Вы раз упустили, но, получается, вас спасла ваша вера. Потому что через год... Вот, ну надо же, как это интересно. Мне многие рассказывали, как Бог им давал песню. Вот они услышали во сне, встают, и они пишут, они уже помнят эту песню. Ваш опыт особен тем, что вы встали, вы пока дошли до стола, вы ничего не знаете, не слышите. И только тогда начали писать, и тогда поняли, что это та песня. Это удивительный опыт, удивительный. Да, но я думаю, Бог допустил для того, чтобы меня укрепить в вере. Потому что я могла записать. У меня было, но просто я была насколько занята много, у меня много было занятий, и в то время я упустила. И Бог вот продержал. Прошел год и забыл. Он дал еще одну возможность вам, да? Да. Слава Богу, слава Богу. И просто у меня еще вера больше возросла. И укрепилась, потому что это чудо. Ну, как можно, год прошел, и я не знаю. Я хочу сказать уже то чудо, что Бог дал вам песню. Да. Вы имеете какое-то образование музыкальное? Может быть, вы закончили институт музыкальный, или что-то такое? Нет, я не закончила, но в моем доме пели мама и папа. Моя мама пела всегда, и она никогда не закрывала рот. Ей всегда было весело, она всегда пела, меня учила петь. И мы с братом моим родным и так же и пели. Он научился на улице играть на гитаре. И мы всюду со школы, даже мы когда были студентами, мы всюду пели вместе. В ансамбле потом мы так шли, и потом мы шли всю жизнь по сцене. И потом, когда я работала в Доме культуры, мы тоже там пели и в хоре, и так в ансамбле, и так всю жизнь. Музыка – это часть вашей жизни, получается. Но я хочу сказать уже чудо то, что Бог вам подарил песню. А второе чудо – это то, что Он дал вам второй шанс. Спасибо большое. Спасибо за этот опыт. Слава Богу. Да, друзья, не перестаю восхищаться нашим Богом. Насколько же Он потрясающий в своей снисходительности и желание давать нам второй шанс еще, еще и еще раз. А вы часто получаете новые возможности от Господа. Отчего зависит, выпадет ли нам второй шанс от Бога, чтобы мы исправили испорченное или вновь получили упущенное. Отчего это зависит? Знаете, вспоминая историю народа израильского, идущего из Египта в Ханаан, мне многое хотелось бы узнать. Ну, например, что думали священники, когда Иисус Новин им сказал? Мы можем даже это прочесть в Священном Писании, эти слова. «Когда подойдете к самому берегу Иордана, войдите в его воды и остановитесь там». Интересно. Иисус Новин говорит, «Войдите в воду и остановитесь там». Вообще-то, было время полноводия. И течение было достаточно сильным. Да и несли священники не просто чемодан с личными вещами Иисуса Новина. В их руках был сам ковчег завета Бога. Плюс ко всему, если бы это повеление дал сам пророк Моисей, великий пророк, человек Божий, поставьте себя на их место. Вам говорят, что Бог дает второй шанс овладеть землею обетованной. Но вы слышали, что там живут великаны, сильные люди. И вы слышали, какая провальная была первая попытка войти в эту землю. Тогда многие из народа Божьего погибли. хотя вы знаете, что для живого Бога нет ничего невозможного. И Он сотворил уже много чудес. Но об этих чудесах вы только слышали. Ну, или были, в лучшем случае, свидетелями в раннем детстве. Почему в детстве? Ну, это легко проверить. Если в святилище служили в возрасте от 30 до 50 лет, а в пустыне задержались все-таки на 40 лет, то в лучшем случае священники на момент выхода из Египта были десятилетними мальчиками. Что помогло священникам использовать второй шанс и войти в бушующие воды Иордана, не видя особых проявлений свыше, но веря, что все получится. Вера? Вера, заложенная в детстве? Думаете, перед тем, как взять ковчег, они в посте не молились о втором шансе для народа Божьего? Да? И у них получилось. Я хочу прочесть в современном переводе два текста. из священного писания книга Иисуса Новина, 3 глава, 15-16 стихи. Это было в пору жатвы, когда Иордан выходил из берегов. Как только священники, несшие ковчег, подошли к берегу Иордана и ноги их ступили в воду, вода, текущая из верховья реки, остановилась единой стеной возле селения Адама, что рядом с Цартаном, а та вода, что ниже по течению, утекла в море пустыни. Мертвое море ушло полностью так, что народ переходил реку прямо напротив Иерихона. Да, друзья, наша гостья тоже постилась и молилась. Она тоже не видела сверхъестественных каких-то сигналов, но она с верой взяла ручку и стала писать. Что помогло ей вступить, так сказать, в воды Иордана? Что позволило ей использовать второй шанс для славы нашего Бога? Если нашей гости удалось получить упущенное, то что мешает нам получать второй шанс от Господа? А вы что об этом думаете? Я еще раз хочу поблагодарить вас за этот опыт, которым вы поделились. Даже это был не один опыт. И хотелось бы вас попросить помолиться. Вот о тех молитвенных просьбах, которые были в начале передачи, вы ознакомились с ними уже. И о тех просьбах, которые я не смог прочесть ввиду каких-то причин, наверное, технических. Помолитесь, мы их не знаем, но Бог-то знает, что нам отправили. И еще начался у нас четвертый сезон нашей программы. И мне хотелось бы в начале этого сезона, чтобы вы особенно помолились о мире в Украине. Помолитесь, чтобы этот мир быстрее уже настал. Помолитесь о тех, кто потерял своих родных и близких, чтобы Господь их поддержал, вытер их слезы и благословил их. Пожалуйста, помолитесь. Наш дорогой Господь, Отец Небесный, славим и величаем великое и могучее имя Твое. Да будет благословен имя Отца и Сына и Святого Духа за великую любовь, которую Ты проявляешь к нам каждый день. Мы благодарим Тебя за то, что Ты присутствуешь в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за все Твои изобилия, которые Ты изливаешь на нас грешных и недостойных. Отец Небесный, Ты прости нас немощных, прости слабости наши, Ты услышь наши молитвы, Ты видишь сколько сейчас, какое время мы живем и сколько страданий, сколько проблем. Даже за Украину молим Тебя и просим там, где люди страдают, где дети одинокие без отцов, без матерей остались. Мы просим и молим Тебя, чтобы Ты дал мир на нашу семью. Мы просим, чтобы Ты был присутствующий с ними. Пусть добрые ангелы берегут каждого человека на фронте. сбереги также и нас, где кто находится, где пребывает. Мы Твои руки пронзенные передаем все проблемы, которые высказались здесь на программе. Люди, которые хотят слышать Тебя, которые просят у Тебя, умоляют Тебя, чтобы Ты помог, чтобы Ты исцелил, чтобы Ты всегда был присутствующий в их доме, в их сердцах. Благослови каждого. Благослови а также нашу программу, чтобы всегда Твой Дух Святой был с нами и чтобы руководил нашей жизнью. Мы Тебе благодарны за услышанную нашу молитву. Мы Тебе благодарны, Господь, что Ты всегда проводишь нас с самого детства. Ты охраняешь нас и даруешь нам все необходимое в нашей жизни. Будь благословен, Господь наш. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Еще раз большое вам спасибо и за опыт, и за молитву. Я верю, Бог услышал ее. Пусть Господь благословит вас, ваших родных, близких, ваших внучек, которые здесь. Спасибо. Взаимно. Спасибо. Всего вам доброго. Наша передача подошла к своему завершению, дорогие друзья, и я благодарю Бога за время, проведенное с Ним и вместе с вами. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-81-82. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени в следующую пятницу. И пусть Господь благословит вас и хранит. оттуда. Спасибо.